Так ребят, всем привет и с вами Толя Кратос, сегодня я возможно вас научу обращаться с Витчери, как пополнить крови алтари, я конечно не в этом миссии на шаре, но что-то знаю из Витчери, я прошлый вайп изучал Витчери и понял то что нужно дофига крови, вроде как максимум 16к на этом сервере, но можем попробуем подольше и побольше нафармить крови в алтари, погнали! Так ребят, для начала нам самое важное и главное, это тэпнуть какие-то координаты, естественно не в шахту и просто ломать травку для того, чтобы просто взять чесночок из Витчери и другие прибамбарщики, которые там только есть, всего растений вроде как 5 или 6, я позже скажу сколько точно. Так, ну в общем-то я насобирал, создал здесь своего домика, такую маленькую окружность вместе с посевом, то есть я понасобирал 6 травушек, всего тут 6, вот правда Вольфан, Вольфс Бэйн, я его необычно добыл, потому что я его не нашел в обычных местах. Подснежники, Мандрагора вам понадобится очень много, поэтому сажайте их по большей части, как бы сами видите сколько. Артишок только на воде спавнится, подснежники вам понадобятся для сна, то есть вам нужно будет выбивать сосульки, а сосульки, в общем, вы сможете сна выйти, а о нем понадобится поверьте. Ну и Беладон, как бы вот, они тоже в храфт охотить или нужны будут, в особенности Мандрагора, поэтому сажайте их по большей части больше, чем все остальное, советую. Ага, угу, так ребят, я думаю перейдем к остальному, то есть к другому. Нужно взять котлы, ведьмин котел и обычный тигелечек, я вам покажу это все. Лично у меня стойк будет стоять вот именно вот здесь, потому что там у меня будет уже спектральная эта рама, не рама, а как она, кружочек, то есть золотые и белики и т.д. Я пока писать не могу, это все сложно, вы тоже потом поймете это все, хе-хе, это шутка. Короче, котлы я думаю поставить куда-нибудь сюда, потому что они тут мешать не будут, потому что все-таки кубусы где-то здесь. А тут типа, я не знаю, будет травка, зеленее солнышко, ты че, ночь стала резко. Ладно, посмотрим, что у нас выйдет. В общем-то, котел, алтарь будет именно вот здесь, вот здесь вот стоять у меня. Потом, это все убрать не мешает, ведьмин можно. Раз мы будем, ведьмин котел, с, ну ведьмин, письма, когда по дефолту он задается, без стекла, без закрутия и железоцвета, без закрутия. Здесь наставим ее, и что у нас получается из этого. Так, из этого получается у нас то, что у нас есть какие-то слоты. В эти стены нужно поместить несколько предметов, это жарко, то, что он будет переплавлять. И колбочка, через что у нас будет переплавлять. И что у нас будет тут переплавляться, так это сама первая сажение с дуба. И вам понадобится куйма, просто дохренища, неимоверное количество штуки, где-то, как минимум, весь этот инвентарь, вот мой, вот лично, вот этот вот, вот весь интер, весь полностью забит, должен быть абсолютно саженцами. Саженцами и только дуба, абсолютно. И так же береза, береза не сильно важна, очень важна сажение с дуба, прям охренеть, как важен. Он просто абсолютно всегда будет взаимодействоваться с вечер, просто абсолютно. Выдох демона, он всегда нужно будет, а в особенности капли. Я сколько уже будут в этом вечере, ну, не прошарен, конечно, но знаю много, потому что нужна слеза богини. Прям охренеть, просто она везде, вот, а для этого нужно дыхание богини, чтобы создать, нужно береза. Ага, значит, я подъебнулся немножко, ну, окей, сорян. Выдох демона, сейчас посмотрите, что там за крафты. Для мутантиса только нужен, и все, да. Планность перепутала немножко, хотя мутантиса на самом деле тоже нужно, очень важен будет. Поэтому я вам советую вообще и то, и другое, и березы, и дуба, короче, это бывает. Да, немножко ступанут бывает. В общем-то, после этого создания, мы, естественно, создаем не слезу богини, а создаем мутантис. Потому что мутантис, это первичная и самая важная цель, после которой создается у нас несколько деревенщин. То есть, ну, деревенщина, дуб там, нужно ягодная какая-то еще там, ванильная и так далее. Короче, я вам покажу это все попозже. Так, ну, естественно, создаем вот такую вот хернюшку, она нужна для котля, маленького котелька, котельненка. И создается он из семян. Семян вот такие. То есть, берете, естественно, две семена, то есть, не, тот вот не берете, грибочек или как он там называется. Гарлик, это чеснок, и не берете вольфсбейн. Все, остальное все берете. Берете их, ставите нельзя, вот хоть сюда, но, хотя да, в принципе, угой сюда. ПКМ, и у нас тигель готов. Он очень важен, он первоначальный, он очень, вы всегда будете с ним взаимодействовать, абсолютно всегда. То есть, без него ваше окончание вечере будет настигнуто карой. Да, и вы будете грешны. Поэтому не стоит вам забывать об этом. В общем, берем водичку. Водичку, нам нужно всего три слоя, да, я перемещу это, вот это мне не надо. Перемещу, вот так вот сделаем. Все, три слоя, раз, два, и третий, все, полнено. Теперь нужно закипятиться, и все. Будет готово, да, котельненок. После этого, естественно, как он закипятится. По сути, все готово, ага, кипятится, а нечем, да, он на земле будет кипятиться. Все ясно, понятно. Как мы отзажгли? Надеюсь, они использовали огниво, потому что если я не использую огниво, я их зарежу, нахрен, прибьюсь за силу. Или где-нибудь в подворотне. Но им, возможно, повезет, они сбегут. Ула я нашел кремнии спустя целые 20 секунд, это было очень долго. Теперь зажигалка их куда-то сюда, я ложил. Ага, опять искать, отлично, шикарно, люблю мой плов. Виде тут, короче, должны быть адские камешек, это я сто процентов помню. Пусть я выкладывал 9 штучек, и они куда-то 5 прокакали. Ну, отлично. Обожаю своих тиммейтеров. Как прокакивать, прокекивает все просто моментально. Ладно, давайте по-другому ведем. Тацкий камень. Тацкий камень. Как бы это странно звучало. Адский нарост. И хер-то там. Все, я в шарах. А че сразу не пошел? Я отчимаю немножко тупо, ну хорошо. Пангувать. Адский скопали, все. Клан базе. Также будет вампиры и оборотень. И возможно даже будет как быстро дойти до вампировой оборотень. Пока что я не знаю, как он делает и создает. Все будут тестировать на этом сервере. И лаунчери так же. Поэтому ожидайте, ребята. Это в спорах ведутся. Отлично. Я тыкнулся домой. Все-таки нужно было в обычной беретепаться. И начнем мы, пожалуй, с адского камня. Ложи сюда. Кладись. Зажигайся. Вот так вот. Дыхни своим адским пламенем. Давай. Жахни. Ей, бульки пошли. Теперь, пожалуй, мы создадим обычный алтарь. Алтарь создается он вот так вот. Вот выдох демона и дыхание богини. Вот дыхание богини нам тоже будет очень важно. Как садись рябину? Рябина создаётся. Видимо, печь. Чё, уголь? Да ладно. Не, ну конечно, можно уголь поместить в это. Только что узнал об этом. Но, по сути, лучше всего, как по мне, то мутанти создавать. Хотя мы, наверное, не сможем мутанти создать. Потому что... А мне где-то был. У меня пару штучек. Две-две-две-три штучки где-то было. Я сто процентов помню, куда ты... Я в суду, конечно, положил, да? По-любому. Сотка. Вот он мутантис. И... Всё, по сути. Ну да, всё. Мутантис, я вам расскажу сейчас, что он делает. Это очень важная херня. Вы ставите, не знаю, что угодно. Хоть это не работает печально. Вот, розочка. Всё. Капа. Сдуванчик. Капа. Саженец дуба. То есть, переделываем абсолютно в разные существа и материи физического рода. После этого... Ага. Выдох демона. Ещё несколько штучек. Как создать мутантис? Мутантис кидается в яичечку. Вот таким способом и порядком. То есть, нам нужно мандрагора, выдох демона и яичку. Будет 6 мутантис. Мутантис кликаем по роску любому. Рябина, берёза, неважно что. Хоть розочка-то. Я просто не понимаю. Я положил, вроде, уголёк. Вроде бы, что-то такое, что можно переплавить. Вот. И что-то оно не хочет плавить. Короче, видимо, так это не работает. Но. Факт в том, что мне нужно создать рябину. А для того, чтобы создать рябину, мне нужен мутантис. А мутантис я смогу создать только при помощи этой писюльки и мандрагоры, которая у меня растёт. Короче, пойдёт некоторое время и мы продолжим. Короче, я так пью нель, я ждал, наверное, сколько времени. Короче, всё, что нужно было сделать, так это просто взять в руки костяную муку и просто почпукать несколько раз. Всё было бы готово. Короче, да. Вот. Сейчас мы сделаем, короче, то, что мы и хотели сделать. Часок, по сути, не так сильно нужен. Но, окей, вот, кстати, вырос. Нет. Там ещё с шансом, сколько выпадает, поэтому не разочаровывайтесь сразу. Оно через какое-то время выпадет. Короче, я всё укладываю в свой сундук, потому что мне это сейчас не надо будет. По сути. Водяной сигил. Вот это вот я оставлю. Короче, я не знаю точно, как сделается с алтарём или без, но давайте так пробуем. Вроде бы это яичко и... И что-то там ещё, не помню точно. Яичко вроде бы в этих демонов, да? Да, в этих демонов, в этих демонов и яичко. Таким способом кидается это всё в котёл. Именно в этот котёл. Вичкоутс. Они в этот, видимо, печь. Куда вы кинете? Ха, шутка. Ладно, кидаем. Раз, два, три. Пузырьки должны пойти. Всё, идеально. Всё пошло. Пока что. Естественно, мы ждём. И... Ага, всё-таки за бесплатно это делается. Вот, всё, шесть штучек готово. Естественно, дальше наливаем его водой. Но, хочу сказать, небольшой бак. Даже не бак, а просто удобство. Чтобы вы всё это постоянно делали. Берёте голема. У меня есть два голема для этого. Я буду делать срубку. И буду делать заливка и подбирание. Чтобы мне сажить неспокойно. Он взял и подбирал. Однако нужно место побольше немного сделать. Ну, да ладно. Сделаем ещё и времечко есть. Так, ну, я думаю, это сделаем вот так вот разок. Всё. И теперь пора ламутантисом поработать. В принципе, грибочек можно оставить. Но всё, что можно, то это ольха. Раз. Грибочек нафиг. Акации. Давай возьму. Дуба. Гриб. О, сорняк. Он очень много добавляет. Алтаря. Блок травы. Кушинка. Лол. Ладно. Окей, допустим. Типа... Там пусть будет. Да ладно. А, нет, я тут... Блин, ну я стоял на ней, это факт был, кстати. Так, вот ещё одна. В общем-то, вот таким способом мы делаем и так же достаем рябину. Потому что рябина, как я понял, только таким способом добывается. И вы сами видели, то что я не мог просто тупо создать рябину через уголь в этой кауц-видименной печке. То есть она тупо не создавалась. Это не баг. Возможно. Не знаю, возможно, просто даже крафт поменял. Вся. Или же админы поменяли. Как вариант. Но... Всё же. Должно всё работать. Вот. Берём мутантис дальше. Травку, что угодно. Блин, боярыш не пропустил. Это хреново. Сверкаю ещё ставим. Кстати, что они размножают? Ну, как же нажать? Они просто раздвигаются. Как сказать? Типа... Они берут и... Да, сложно, я знаю. По всей стороне начнут прорастаться. Типа того. Ура! Я смогу сказать... Ага, ясно-понятно. Смогся смолвить словечко своё. Ну и так вот делаем мутантис. Немного скучно. Немножко. О, рябина. Обожаю. То, что нам надо. Тропический, в принципе, не нужен. Акация. Ольха. Всё. А, ещё один кустарник там нужен. Из вечери. Вот буквально один, реально. Так, сразу закину. Что бы было. Здесь можно пройти. Кстати, нет. Вот это я, пожалуй, возьму. Потому что... Он может забагаться. И типа возьмёт потом тупо и... Чпоньк. Неправильная теперь пересортировка предметов. И всё. Берзец будет. А это нам не надо. Так вот ещё сделаем. Розочка. Берёза. Сорняк. Берёза. Кстати, берёзы я ставлю. Ольха. В принципе, нет. Дуба. Травка. Такое, в общем-то. Так, кидаем. Раз, два, три. Набираем водичку. И, по сути, сразу рябиновый росток. Сразу его выращиваем. Потому что это обязательно. Нам нужна рябина в 100% случае. Потому что без рябины будем бомжом. И без алтаря. А без алтаря типичные бомжи. Да, если у кого-то не будет вечери, то я буду автоматически считать вас бомжом. Знать это. Потому что это самый главный мод в данном, на данном сервере. Да, как бы ожидать это. Вот, в общем-то мы создали. Рябина есть. Нужны пузырьки. И по копеечкам всё. Ладно, в общем-то. Так, унитальный урон сейчас сжахнем. Всё нормально будет. Мы выживем восстановление. В принципе, вофиг. Погнали. Восстановление есть. Мы не подохли. Всё шикарно. Теперь даём к водичке. Так, кидаем вот это вот. Потому что нам ещё много их понадобится. Штучек. Так, так. Раз, два. Теперь мы создаём алтарь. Алтарь создаётся из выдоха димона и дыхания. Плюс каменные кирпичики и рябина. Каменные кирпичики. В принципе, проблемы нет. У меня пробудка. И из этого я смог создать вот эту тигню. Четыре штучки. Вот так вот всё по сути готово. Раз, два. Так, три. Четыре. Не то, не то, не то. Вот это. И по центру что там было? Димина. Отлично. Ага, блин, ещё забыл, конечно. Чупанюль, чупануль. Четыре штучки. Так же четыре. Четыре. Два. Один. И под пещеречки. Видимо, разницы нету куда ставить, да? Ась наоборот. Да, то же самое. В принципе, разницы нету. Как-то ожидалось. Естественно, мы его ставим вот сюда. Раз, два, три. Раз, два, три. Готово. Вон, скатерть всё обваловывается. И у нас всё готово. Первым делом создаём печки, потом алтарь. И после этого уже начинаем расфасовывать его полностью, абсолютно, где-то 10, даже на 20-15 блоков от самого алтаря. Деревнями, кустарниками, абсолютно что угодно. В ваниле, особенно вот сверкающий сорняк, он много добавляет. Поэтому советую его побольше ставить. Абсолютно. Вот всё, что фармится из мутантиза, это добывается. Это в алтарь всё, как бы так сказать, сажается. Хе-хе. Наверное. Нихрена себе. Смотри, ты огнем дышишь там, да? Папоротник тоже много добавляет. Но, по сути, вроде как у нас всё. У нас всё есть. Тут мне связь будет не то, что сейчас стоит. А совсем. Блин, я убрал. Ладно, потом подменяю. Так, где моя? Вот она, фуксик. Площадь. Разок. Двозок. Глазок. Вот так. Как я от них сломал. Вроде не всё работает. Вот так. И вот так вот. Всё. Теперь всё это изменяем земелькой. Ну и ждём, пока всё это у нас зазеленеет, что ли. И после этого начинаем, естественно, ставить дубик, ставить всё, что угодно, сажать. Конечно, легче всё взять, просто муку и уже начинать всё сажать. Но, это не конец. Мы будем делать 16 тысяч крови. Однако, всё это будет длиться у меня не один день, потому что у меня нужно яичко. Хотя яичко не обязательно. Можно и так всё спокойненько сделать. По сути, главное, просто дойти до 6к энергии в алтаре. Это самое главное и первичное дело. Потому что, если мы не дойдём, то мы не сможем создать суп из редстоуна. А суп из редстоуна нужен для... Я уже забыл по-то фиге, называется. Не купол, а... Блин. Я забыл, вот честно. Просто, видите, чили. Чили, где, вот он. Кубок. Кубок нужно лить. Чаша наполнена. Суп из редстоуна. Делать вам вот так. А делать эта хрень капли удачи. Из 6 тысячи энергии в этом алтаре. Как минимум нужно. Ну, вы понимаете, думаю, меня, да? Потому что я первый раз, когда всё это делал, это было очень долго. Я не мог создать его нормальные. Просто, типа, тигель горел. Он был, типа, ну, типа, вот как сейчас, только жёлтым. И всё. Типа, он не работал у меня. Вот такая вот хрень у меня была. Однако, позже я объясню, что это значит. Типа, красный, жёлтый там. Ну, короче, эффекты будут, и они будут всё обозначать, что, типа, это не работает или же мало энергии в алтаре и т.д. и т.п. Короче, ребят, тут на пару секунд запомнился энд. Правда, я его убил. Но не показал. Я сделал отдельный гайд, если что. Но, по сути, как его заспаунить? Просто берёте, рубите, делайте рябину. Возможно, там есть повышенный шанс того, что появится энд. Я просто прорубил около стака рябины. Просто вот где? Вот рябина, стак 10. Прорубил, всё. Энд появился. Там заспаунился. Короче, когда, смотрите. Когда я брал просто и рубил рябину, там появлялась какая-то хернюшка. То есть, какой-то какие-то значки были. То есть, смотри, допустим, он сейчас здесь появится, наверное. Короче, я когда-то рубил деревья, там какие-то, не знаю, белые огоньки, что ли, промелькали резко. И, не знаю, раз, промелькало и два, промелькало. На втором он уже заспаунился. Возможно, их будут три. Просто я не заметил. Я заметил у себя и заметил у Боди. То есть, ну, не знаю. Всё возможно. Я убил энд и снял половину энд, естественно. Добывается на только так. Только так. Кто не шарит, тот теперь шарит. И, кстати, насчёт этого тигеля. Потому что тоже многие вопросы задавали насчёт этого. Если вы кинули какие-то вещи туда, то смотрите на эффекты. То есть, вот, допустим, какие-то пузырьки у них будут. Если будут зелёные, то цель далеко. Если будут синие, то нужно шабаш для этого. Чтобы заработал это всё. Если красный будет, то неправильные круги будут у вас сделаны. То есть, круги мы начертим где-то вот здесь вот так. Не деля это у нас будут, а круги. Поэтому вот жёлтые, это алтарю не хватает энергии. То есть, вот этому алтарю нужна энергия. Кстати, вот, видите, 6200. Уже, кстати, 6200. А это из-за чего? Вот эти вот рябина. И вот эти вот, и вода. Кстати, вода очень сильно. Охренеть, как сильно влияет, я вам скажу. На алтарь. Очень, очень сильным. И фиолетовый. Это неправильно, неправильная сортировка в котёл. Вроде бы. Вот. То есть, ты, допустим, кинул. Вот помнишь, я тебе рассказывал недавно. Мандрагор, там яичко. И вот это. Если ты кинул всё наоборот, то у тебя, естественно, будет фиолетовая. Вот. Поэтому это вам на будущее. Чтобы запомнили и знали потом. Просто это очень будет важно для вас. Возможно. Хер узнает. Но у нас продолжение котелков создавать. Мы всё ещё будем начать вечери. То есть, мне, наверное, всё будет в один видос. Потому что я, наверное, быстро всё это сделаю. Наверное. Посмотрим. Ладно. Короче, я этого ложу. Мне это пока что не надо. В общем-то. Мы делаем котелки. Для начала же сделать камень сил. У меня он есть. Создаётся он вот так. То есть, ведро лавы, естественно. Алмазик и дуновень. Дуновень делать из рябины. То есть, рябину берёшь и ложишь в этот котелок. Плавишь и всё готово. У тебя будет камень сил. Грубо говоря. Тогда с каким-то шансом, естественно, выпадает дуны и не маги. В общем-то. У меня есть 6 камешков. Это они в киты. В ките мы им выдавали кит Кратос. Соответственно, что он уже не работает, потому что киты уже пересортировались и удоелись. В общем-то, не в этом суть. Камешки. Камешки. Из этого камешка создаётся перегонный куб, то что ему нужно. Мей-котёл, канделябр, кубок и, по сути, всё. Я не знаю, что это такое. И колесо ещё нужно, кстати, на будущее. Она очень важно будет. Потом поймёте, для чего. В общем-то. Дальше сначала создаем перегонный куб. Камень силы. Знать, как создают сразу где-то. Знать, штук где-то. А, вам больше не надо будет. Всё, вот. Допустим, где-то штучек, наверное, 8. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, нормально будет Плюс всюду водичку нужно для того, чтобы остужать свою епу Ибо Горитина будет не по детски Нужно ещё отцикамешек Нажигалка, нашёл её Отлично Все, короче мы это все дело ставим Вот сюда Вроде как всё, заниженные Чтобы мы не горели Надо вроде как поставить Заниженные испепеления То есть, как сказать там Типа пониже поставить вот сюда вот чтобы было как бы сейчас объясним короче огниво ставим и котелок но котелок нужно обязательно ставить вот так типа ставить тут допустим дубик и здесь одно хотя принципе но и так висит вот все идеально все шикарно просто водичку уже будет наливать одну штучку не больше вот все готово этот котелок это ведьминский котелок не забывайте и не путайте их пожалуйста что они разные это для зелий а это для всего остального потому что иногда это уже попутал и не получил совсем не то что я хотел добывает такое тоже в общем то вот обязательно блок ниже то что вы будете гореть когда будет подходить или же возможно она просто вла в огонь скинется вашей речки то вы покидать но об этом чуть чуть попозже перегонный куб обязательно ставим его к алтарю сто процентов потому что он так работать не будет праве как и не говорится в общем то вот опять нужны стопи сюркете вот идет кубочки колбочки глиняные пувшинки они принципе у нас нету я попозже добуду принципе не так сразу добываются да ладно вот принципе это пока что все сейчас перейдем к другому моменту так ребята если что я кое-что подзабыл как делается возрастованный я не показал вот это вот нужно язык собаки то есть убить собаку всем подать язык все принципе красная пыль понятная балдона понятно понять шерсть летущей мыши быть летущей мыши специальным предметом называется он артана вот покажу вам сейчас и вот тут нет он должен быть а где он ладно кто он делся в новом боди лана колька артана она не так уж и жестко как будь их сегодня что артан убивать летущую мышь и все падает с нее кожи и кожица это также работает тут баксом крафтом типа ты придешь летущую мышку на балдашником и после этого тебя она вызывается и ты убиваешь все я падает уже самое черстюга все вот это то же самое то есть у кого есть на бодажник попросить у друга или у кого-то там потому что я добыть очень сложно идти в шахту чтобы добыть ее вот и капли удачи 6000 энергии нужно для того чтобы ее создать цветок мата мандрагоры от скинара слезобогини абсолютно злой мутантис за богиня создается вот так дыхание богини лазурит вот остальное думаю вам все понятно будет абсолютно зло также алмаз из парни слезагаста на самом деле слезагаста довольно-таки очень редкая но постарайтесь все добудем и мутантис экстремист в принципе не так уж и трудно добывается но на будущем садитесь а скинара то что она задолго будет расти и он и вам в большом количестве он вам понадобится это сто процентов в вечере вы лучше послушайтесь меня и я вам советую это сделать потому что это вам по любому нужно будет в общем то вот и кстати я если что иду по одному гайду я все это не сам сочиняю а смотрю по гайду и делаю видос то есть еще упрощаю вам ну и так же если вы если вам не интересовать видос принять можете почитать ссылка как бы на этот гайд будет в описании можете смотреть вот дальше нас идут ту зелье вот про который я говорил вот именно вот с этим вот хотелком вот все вот эти вот зелье варки происходит именно в этой хрени зелье ятвары то есть это нам сейчас пока что не надо потому что это в данный момент у нас основа идет вот после этого нас идет получается чё там вроде бы мелки то есть да мы сейчас будем метки создавать абсолютно и чертить все эти апокрифы с пентаклей и вызвать демона где он показывать не будем я пошутил на что-то хотя бы она одна часть то есть допустим как сдаются обычными локтик мел допустим да вот обычный принципе за богини может хоть час там 50 штук вот честно потому что и она вот если за богини она нам охренеть как понадобится а будем где слеза богини интересно знать все у тебя по любому да да я просто был слепой я их не увидел отлично дыхание богини и так в общем-то слеза богини и лазурит да я и написал так я слепой вопрос реальных и увидел я осознался в этом все может ничего не писать в общем то они сюда а вот сюда ложится вложим лазурит сразу и все это пошла жара кстати на это нужно если что алтарская мана энергия и кстати мы создадим чуть-чуть улучшенный алтарь то есть сейчас я начну даже гайдировать и показывать как правильно улучшить этот алтарь хотя бы на 10к а мы дойдем уже даже до 12 или до 15 тысяч алтаря то есть сейчас скорее всевозможно буду ускоренное видео делать не план с полевому лопата это сто процентов доверенность очень кстати цветы вам поставить голову обычно голову игрока не черепа потому что черепа на 2 лет из 2 или 3 ты и 2000 добавил и сушители добавляет от 1000 больше заметь плюс x5 плюс чем x1 добавляет а вот игрока добавляет около пяти или шести тысяч вроде бы поэтому светом игрока стать как убрать их выбеги голову игрока берете тупо топора черепов есть у вас есть апокрифы это на донгта уму 4 2 3 5 обязательно и там уже вот эти это эффекты дать вот эффекты как суваж дерево появляется and но сейчас как бы да понятно все кстати обязательно есть вы ставите круг то убирайте все что будет находиться у вас сверху потому что это будет мешать кругу нет тоже проверено я уже когда вызвал демона там нужно было это то есть нужно было все убрать и как бы то чтобы ничего не мешало теперь сам первым делом мы берем просто доходнище дерево абсолютно любого без разницы какого березы дуб в рябину боярышни все что угодно и просто сейчас начинаем копать вниз все копая вниз там сажаем деревья где-то 10 на 10 примерно не сажал раньше в общем-то сейчас я вот и все обозначим где-то ребят но я создал по площади своей кирки то есть пробужденные хоревые кирки не принципе так удобно я думаю столько хватит вполне потому что это очень много это где-то около вообще-то очень много стаков потратится у нас да ладно не об этом сейчас дело главное нам улучшить это очень важно ну что ж ребят чет такое получилось я конечно все убирать не буду что у нас что-то идут хотя принципе низу можно убрать что он не так уж сильнее нам нужен это плюс дубик и то есть плюс энергия это очень важно каждую детальку принципе убирать не надо потому что по сути на мало влияет но самое важное это будет у нас вот именно вот это вот дубовые листья то есть они будут очень важны также если что будет в описании то же самое написано что и в том гайде ну я думаю будет там поставить если что-то магонек ну если что потом зажгем если что-то будет не так в общем то все начинаем сажать вот такая комнат когда ему получилось думаю не так уж и много но не так уж и мало то что дуба охренеть сколько много будет если что я копну вниз на всякие случаи поэтому все начнем заставлять дать посмотрим сколько сейчас нас там man находимся энергии 7465 вот чеснок посмотрим поставлю немного 747 тысяч четыреста шестьдесят пять четыреста шестьдесят пять охренеть это на сотку вот этот стопочка уже сотка охренеть это очень много вот этот береза она очень ценная и сами наверное поняли я потом гляну сколько там будет всего и я думаю будет очень дохрена энергия где-то до 12 как я думаю 100 процентов дойдет 100 процентов кстати вода тоже дает энергию вот это вот я не ожидал но она вроде как дает больше чем весь этот дуб абсолютно я не шучу реально очень сдавать сейчас поставим допустим вот так вот будет да сколько а лона чует такое клана пофиг а ведро воды 7000 ты что в 95 было же план 7000 475 поставили до 475 с 375 плюс 35 до этой водичку разводной айсер залив вот сюда вот что посмотрим 475 ровно 500 было сейчас пока 500 пока 500 и сразу конечно сюда да пока 500 а если поставлю вторую водичку не чисто так интересно любопытно 2 водичку уголок нет вообще больше 7000 480 ладно не знаю вот это вот странно конечно но все мы будем ставить дуб естественно по дефолту что что еще может идти у нас ёк твою мать ты кто такой энд угол тут энд вообще заспамнился походы час будет урок дурбил дерево тут энд лол типа ну вот халява здорово бодя он конечно бьет но у меня он лично не трогает опа идеальный энд и вот этот неожиданно резко было неожиданно резкий поворот она вложит естественно так пупсик иди сюда второй ветвь вторая ветвь энд отлично короче ребят я думаю то что уже хватит потому что вы шарите я сколько березы там раз таков 4 или 5 посмотри 9 390 да я сколько березы понаставил вот этот все вот этот боярышник и вот это вот рябина дала короче 2к вот я в шоке вот этот сейчас ставлю 3 990 вроде было до составлю березу она не изменится типа лол это странно все с магией я просто не понимаю что с ним творится вообще а плюс будешь немного полосал деревья но там как это сказать даже вырастил 9 390 до чуть-чуть да ты не той даже вот этой за то 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 что он сейчас взял там что-то посадил берез то есть вообще сейчас никак не действовали вот допустим до чисто пляни 9 тысяч четыреста десята окей сам вот 5 дерева 9 тысяч конечно короче обычный дуб не влияет я сейчас дуб полностью прокакал ну да ладно на самом деле не жалко его боярышник и рябина все больше ничего не ставьте ну не знаю я не знаю почему но реально просто я оставлю березу она не действует это странно очень сейчас на 10 как должно быть пример хорошо я тебя пионе наверное просто не хочет наверно идти туда без понятия почему можно просто взять дофига ростков и просто все это дело понаслажать все вот мне до хера и рябину допустим да вот я рябину спокойно могу поставить вот сюда типа взял земельку поставил потом на нее рябину все все что будет здесь приходить мне все равно абсолютно вот честно просто просто взял поставил рябину и пусть она растет она не смогут сквозь землю вы все это все добавляет то что вот этой вот эти ростки немного добавляют что важно на самом деле пофиг что будет снизу никто это все равно выйдет ибо всем будет наплевать на это это главное чтобы вам на главном чтобы была энергия тупо вся и окончили смотрим 9700 ростки добавляет по-любому вот костная мука в принципе пока что не надо потому что надо понаслажать сейчас все по допустим нет но хотя да можно тут сажи сожжать даже боярышники больше насажать надо как-то так вот сюда наверх сюда вот можно сюда вот в уголок и пока что все не 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 ты чё делаешь алло дядь не надо сейчас в деревьях будет нахер мешать будет лол ха-ха пришел от такой вот а тут н прикол да вот это вот совсем неожиданно был типа нт пуссов от лол 3 н котором мы добились прошлом вайпе их вообще не было кстати я пришелся зачем я пришелся за грибочками то есть вопрос зачем и грибочки а кстати 10 к уже дошел на всякий случай скажу и принципе все я добился чего хотел но нужно 16 как как минимум то есть грибочки дадут мне как минимум 12 или 11 к это реально как минимум то что их поставлю сейчас вниз они добавляют довольно много энергии что я сделаю сейчас в общем-то их поставлю вниз соси можно кстати тактикой по пойти вот я не ожидал то что типа каждый предмет типа вот допустим стак дуба нужно стак дерево там песчаник и чему что такое примерно говорю и песчаник конечно мы все равно типа нужно поставку предметов вот это вот я не знал на самом деле это только что я узнал то есть сорян но если много чего-то копали то скорее всего это работать не будет либо она будет работать но я проще сам запутанности ребят то есть как повезет и как пойдет у вас я на самом деле не знали как бы вы это уже сами уже посмотреть и проверить допустим поставить там 4 или 5 стаков дуба и проверить типа добавится ли хоть что-то или нет вот это уже как бы сами решите потому что у меня это не работало как бы вот я не хочу врать потому что как бы но не знаю не любая врать все я грибочки добыл поставлю грибочки уже будет 1 12 к примерно и думаю начать рисовать мелкие потому что пора боже нам говорил говорил да и уже пора начинать рисовать пентакли себе вот этот все короче все погнали клан базы не в этом мире чтобы писать такое вообще двигаться нельзя абсолютно типа если ты на клан базы т.п. это вообще просто даже повернуться вправо нельзя повернуться взять пошел нахер мгновенно послали меня а так можно все все короче можно просто смотрите хотя багом и хотел баг тип вам сказать но он не получит скорее всего здесь типа смотри ты берешь чтобы вот эту линейку вставляешь грибочков следующую линейку грибочек выставляешь и так до бесконечности короче вот что хотел вам сказать но грибочек добавлять очень много на самом деле вот я им советую я советую идти в ад если просто искать грибочки что-то имба грибочки это реальный банк смотри было 10200 где-то да я посмотрю сколько сейчас 10755 но в принципе не все так плохо не все потери возможно просто грибочек видео много но все равно я потом буду пол я потом повыше во первых я поставлю вместо черепа этого другой игрока это раз поставлю сердце демона уже будет как минимум 12000 это сто процентов даже чуть больше до 13 где-то тысяч плюс я еще буду развивать круг поставлю круг этот пентакли вот прям сейчас вместе с вами что там уставить это будет не очень лет венток с этим продолжить и кстати видимость в магия кругов очень важные советы вам тоже взять потому что ну наверное понимаете уже для чего надо в общем-то ладно обет венте сего билента то храните просто храните вам все вот эти три ве три ветви для одного игрока нужно будет лампа сверять даже ладно там до ляду кейте смотрит как получится уже как потянет везет в общем да ладно ты тут быть я не поверил ха шутка в общем начнем с самого известного это древний прах то есть берем умел просто пишем лкм гипс как делается гипс вонючий дым просто дерево спихаем да и все будет готово обычный дерево вот это вот там будет вонючий дым еще нужно немного уголька не спросил дофига поэтому я поищем ничего я спрогутаю с пробудкой конечно по накопал дофига всего вот так вот так вонючий дым уже как минимум один есть не вот этот собраться из густок вот этот топ то что с густок по упадал окса звонючий дым кстати не надо есть успел так готова у меня теперь все слеза богиня без сюда дну виде маги тоже дыхание в обязанности сюда дыхание богини слеза богини а есть разница а дыхание это один создается процесс она из дыхание задается слеза все я пью нибудь гипс что ах а вонючий дым и здесь а и здесь а тип просто вложи будет известно и лучше это будет похоже на лагу и создать нужно будет вонючий дым все это вот в этот вот флакон и вонючий год потом он будет и здесь и здесь по одной штучке вот это хреново за богини и древесный прах древесный прах так вот можно сразу расставить чтобы не забыть то я могу помочь а уже плана пофиг вот так это все если за богини слеза богини есть нам нужно около где-то примерно по три мелка каждого в особенности адского вроде бы золотой вообще один это вполне сойдет или же и это я точно не помню как они подразделяются и вообще можно все белые нарисовать были как ну-ка как сается фиолетовый красный да вот это круг не понял 4 еще снова на бывает такое первый гипс есть сейчас на чем нарисовать не включи кстати можем кстати провести ритуал маленький круг для демона уксусе да он хоть и нет нормальный от уже отметил что 15 а максимально ну другие бросьте их один взгляд и активируйте я в это все покажу ребят талисман круга красная пыль кстати можем дивана сейчас призывать будет готовь демона торговца нам торговца на задать поставить нам вот вот туда а сейчас я найду он 50 какая-то страница тихо тебя след крова путевод личностью привязывает ритуал монстра и затмение создает стол джоксию земли отправлять демона вот выберите в игром отправлять демона за пропасть призывает дима внутренний прыжок круга должна быть свободно вот свободно на что я мы говорю 15 то есть как я понял золотая писюлька и 15 типа то что будет вот здесь вот посерединке 7 на 7 это без разницы как я понял нужны окей типа погнали создавать я сейчас веса кстати возьмут сюда и поставить что это неудобно что вечередь как отдельный буквально мод глобальный и он желательно чтобы изучался прям прям вот тут в общем-то погнали 10 девушки потанции за богини известь мелок 2 готова и теперь можно кстати сразу заказать золотом мел это цветок мандрагор золота сам родок ты водичку все еще не зайдет туда . где-то а куда вопрос сидел зажигалку винт себе думаю ничего такого плохого не будет он то что я сделаю так ладно прям ничего плохого да она же будет типа там сидела вот этот рэп и рэкс это же водичка года идеально щекарно обожаю такую девочку ну это жила в этом типа огонек там типа подгорает же до будет не горит походу учете о чем не горит ну ну больно сделал что это пинка не она не хочет что-то вообще работать а нашел я думаю уже куда сейчас кайбут 50 миллионов лет тому назад выберем дракона и все забрал мандрагора золотой сам радакса мы так искать золотой сам радак мандрагора мандрагор горы очень много понадобится я вам говорю это заранее меня было просто вайбе 300 к из этого потратил два стака буквально на все то есть так так и белый мелок вроде так так вода а как так кидаем город и ты погнали создаться должно что 10к все пока что хорошо разноцветные блестки огонь магия прогой че там еще ёб твою мать и а чуть такое мне плохо поди спаси я двигаться я и назад идти не могу мне еще виду русского узелепки они так было да и согласен будет защищать это жопашно как-то а все нам можно чуть-чуть долову разлить принципе добавится немножко отлично адский мил ей но яцки я конечно вот этот вот он здесь и поставил вот здесь и понятно но нужно все чертить то есть окей ладно погнали я начну тогда белый мель белым меликом так вот раз два три вот пока что потом если что поменять можно типа берешь и тупо удаляешь это все как бы ничего сложного нету в этом да все это уже вступил немножко и так отлично кстати стать имел в мелки будут стал ты я поставлю то она потратится вот меняет исход но сути это вообще никакой не меняет на самом деле просто тратите на локс вот и все чисток на память на пометку чуб уже ладно хорошо типа он сейчас призвал кое-что и у него это получилось принципе на это ожидаемо все принципе готовы все работает поэтому тоже виталя да а кто же еще кто зачем и как отлично где где то что я делал вопрос более известен вот и тупи руки наверно немножко да вот так вот сразу на будущем метки создам за богини метки готовы теперь нужно вот этот вот и вот этот вот так сейчас выложили нужно себе нет это нужно надо еще будет получается на блок здесь а это удействие поставлю вот здесь и можно еще здесь поставить этого пока что пока что потом можно еще 10 убрать даже не можно я уберу потом в общем то адский нужен бородавка порошок кстати возможно траблы с ним будут нет не будет пока что пока что наверно адский порошок и по сути все кидаем сюда 1 2 3 погнали так ты же видел аж отлично все получается у нас все готово так на блок вот здесь еще нужно будет поставить вот здесь и по сути все тут так вот отличный мелок есть кстати чтобы вода вскипятилась потому что нужно будет потом фиолетовый создать я думаю суть вы поняли ребят типа как создается обычный кружок тип такого на блок еще рода нет вроде не потратится адский мел полностью но адский мел очень затратит и фон на большой круг он очень затратил хотя все милы затрат на зарата на большой так вот дальше я главный канал эконома эконома главное правильно его использую отлично все готово будем с тебя демон с демона сердце демона принципе у этой торговицы мне можно купить вроде бы все верно да все вот этот кружить кривой немножко мне кажется не они все на оказалось бывает так где она там тогда прочитаю что для демона нужно абсолютно зло стержень эфрит из жемчуг камень сил комитил заряженный а зритель принципе его не сложно абсолютно зло напишем что те ездили демона чего чего не хватает кстати раз мы скоро начнем ну не раз но мы скоро начнем призывать если что нашего все любимого леонарду вы все его знают это сам последний босс вечере так если что ольга Продолжение следует... 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 она короче мышка так ты где-то вот она ты писюль что с тобой вели вы положи фото все все шерсть отлично шикарная домой пола и клан база 5 секунд а будут отлично не двигаемся так что следующий мыши все отлично есть очень быстро довольники неожиданно смесь я же типа мать мать не смесь вот в общем-то белладонна алмаз шерсть перо белладонна белладонна алмаз шерсть перо отлично мне до хватило бы ну ладно хотя принципе на будущем у меня одна шерсть смотри алмаз алмаз белладонна перышко суп суп и пердышко его дышко вот она пердышко тогда посмотрим я не за а это же погодь это типа котелок с кстати первое изучение с котелком ребят правда это делал уже но ладно тут уже принципе нету разницы как кидать раз два три четыре пять шесть раз точно перышко а точно перышко скорость белладонна все верно очень то это все мы кидаем делом туда если все таки у нас пошла это пошло это дело видите пузырьки белый из густок пошел дальше все готово пока им пока им именно пузырьком пустым иначе по-другому мы это не сможем сделать мазь полета готова вот она все что целостность заката только метло метла метла лампла боярышник и палка вот она так вояршника палочка готова все пять час полетаем да ребята немножко тупо ну короче нашел оказывается она вот здесь ли заполнить у нас по сути извести ритуал окей метла делается быстро чер thank так надо поискать короче и она где-то создается так сбор зелия магия рвов отличийся поищем короче ребят я все-таки дождался ночи она создавалась ночи это все что я узнал вообще дать пробуем да она пошла мне просто писал то что ритуала просто такого не существует я пытался вот неизвестный ритуал я создал бетлу зачарованную в общем-то ребят все она будет летать из сэма не садимся и погнали вот и вся правда она не поворотливая но суть в том то что она летает и можно не летать спокойно как летала катик тогда в общем-то управлять и немного сложно и сам согласен что она типа наверх навел и полетел наверх надо вниз где полетел вниз это немного неудобно факт в том то что ёб твою а если там был приват я подарил тел ну то есть ну да ну самое главное в том то что она летает все это остается вся суть это будет короче моя новая тачка в гараж азам для нее в общем то что такой ребят всем спасибо за просмотр ждать второй части 2 часть этого будет скоро сейчас мне пойдут гайды я буду гайд записывать по вечере по блог магии по там крафту возможно такие краткие возможно на минуту на пять минут посмотрим чисто отдельные гайд для людей которые просят также пишите комментарии хоть чтобы хотели узнать или что вы не знаете что вам просто интересно узнать в вечере будут магии или же как он призмотов а так ребята всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока